Это Вести без Киселева, совместный проект Ермак Медиа и реальной журналистики. Привет-привет, мы дорогие, с вами Юлия, и мы начинаем. Итак, в мирный Хабаровск проникли нелюди. А как еще назвать персонажей так самозабвенно и с таким воодушевлением разгоняющих мирный митинг? Уберите руки свои! Поводом для применения силы стали три палатки, разбитые перед зданием правительства. А как вы думаете, кем? Нет, не народом. Это была чистой воды провокация, на которую и отреагировал ОМОН. А днем позже Хабаровская губерния, это местный такой телеканал, выпустил в эфир главное чудо края Михаила Дегтярева, поддержавшего кровавый разгон митингующих. Били флагами, извините меня, полицейских. Ну вот попробуйте в Соединенных Штатах или во Франции зарядить палкой по голове полицейскому. Потом будем считать, сколько дырок будет в этом человеке. Не смешно, Михаил Владимирович, вы даже и представить себе не можете, что будет, если разозлить мирное население. Да у нас у каждого второго есть оружие. У кого-то зарегистрированное, у кого-то нет. Но пока люди не позволяют себе этого. Они не выходят на митинг против ОМОНа. Они выходят на митинг против несправедливости. И не долг тот час, когда и армия присоединится к мирному населению, как это было в 1917 году и как это было в начале 90-х при Ельцине. Так что не надо думать, что ударив по голове безоружного хабаровчанина, завтра этот же ОМОН ведь сам не окажется на его месте, но от удара еще большей силы. И, кстати, прежде чем натравливать тот же ОМОН на людей, господин Дегтярев, я бы порекомендовала вам задуматься. Ведь у каждого ОМОНовца есть семьи, дети, жены и родители. А история вас, похоже, ничему не учит. Тогда загляните в недавнее прошлое, в Беларусь, и вы поймете, о чем я. Так вот, господин Дегтярев, в Хабаровск вас послали навести порядок, а не спровоцировать эскалацию конфликта. Кстати, несколькими днями ранее тот же господин Дегтярев обвинил хабаровчан в тяжелой участи Сергея Фургала. По его словам, суд никогда не согласится провести заседание в городе, где творятся массовые беспорядки. Цитата. «Было бы здесь пару месяцев тихо, мы бы могли вызволить Сергея Ивановича в Хабаровск. А сейчас нет ни одного шанса. И не оставили его те, кто сегодня выходят на улицы». Конец цитаты. Честно говоря, такой искусно тупой манипуляции от Дегтярева я не ожидала. Да лучше бы он молчал. То есть, по его мнению, если бы Хабаровск сидел на попе ровно, то Москва однозначно бы выдала Фургала родному краю? То есть, та же Москва всячески препятствовала встрече лидера ЛДПР-сообщества со своим же однопартийцем? А тут пришел такой Дегтярев, и по его указанию Фургала раз и перевели за Хабаровскую колючую проволоку? Ага, нашелся тут местное решало. И вот такую ахинею он несет в массы по всем вопросам. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, вы знаете, у нас и продукты с женой, и детьми стали намного качественнее в холодильнике. Ну что ж, спасибо, Михаил. Даже созданный им самим народный совет, он постоянно попрекает фразами типа «Рычаг у вас только один, моя политическая воля». «Ну типа нафиг, вы мне тут нужны, я бы мог обойтись и без вас, но раз уж пришли, проходите, садитесь, молча». В этой стране жить не краснее за действия нынешней власти просто невозможно. На этой неделе стало известно о том, что председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетность. «Не любят детей, пусть платят налог, не любят дальше». Это дословная цитата автора «Инициативы». Что? Читая эту новость и думаю, а зачем тебе это, Татьяна? Да, в России сейчас огромная демографическая яма, которая наблюдается с 2016 года и не компенсирует которую даже миграционный поток. Но не потому, что молодежь живет ради себя, хотя и это, на секундочку, их полное право, а потому, что детей не только рожать, но и воспитывать надо, учить, одевать, баловать в конце концов. А где взять на это деньги? У нас то пандемия, то денег нет, но вы держитесь. А потом полугодовалых детей мы находим в шкафу, истощенных, изможденных, с призрачной перспективой будущего. Я бы вот наоборот порекомендовала проводить психиатрическую экспертизу перед зачатием, чтобы было меньше детей с искалеченной судьбой. Одна оставила ребенка на неделю дома без воды и еды, вторая повесила малыша в собственной квартире. Да лучше бы они вообще не рожали. Тем более для меня до сих пор неясен мотив данной инициативы. Рожать-то те, кто не собирался, все равно не пойдут. И 500 рублей для них не триггер. Получается, что мы в очередной раз наблюдаем крохоборство. Собрать с бедных и раздать богатым. При этом налогом-то демографический вопрос в стране мы так и не решаем. Раскритиковал эту идею и экономист Делягин, жестко высказавшись в адрес автора инициативы. Ребенок в России, заметил Делягин, это билет в бедность в один конец. Второй ребенок билет в нищету для основной части населения России. Конец цитаты. Услышав мнение сети, Минфин поспешил выступить с заявлением о том, что вопрос о введении в Россию налога на бездетность пока рассматриваться не будет. Знаем мы это, ваше не будет. Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя. И у меня нет таких планов и на сегодняшний день. Мы уже неоднократно заявляли, нецелесообразно повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. С заботой о россиянах Москва собирается закупить 100 автозаков для оперативно-служебной деятельности МВД. Это официальная формулировка. Неофициальная для комфортной доставки задержанных до отделения полиции. Еще менее официальная и даже кулуарная. Закуп именно автозаков осуществляется с целью подготовки к предстоящим выборам. Понимаете, да, о чем я? Ну, чтобы не было повторения киргизского сценария. Чтобы всех несогласных с результатами садить в комфортную 20-местную машину за 5 миллионов рублей и с ветерком доставлять до места, где вправляют мозги. О комфорте людском думают, а вы опять недовольны. Что вы за люди-то такие, а? Хотя шутки шутками, а почему бы не купить на эти деньги кареты скорой помощи? Почему бы не вложиться в медперсонал? В Челябинской области на этой неделе, например, скорая перестала выезжать к больным, которые сами могут дойти до медучреждения, в том числе к коронавирусным больным. Объяснения медиков просты. В сутки поступает около 2000 обращений. Среди них инфаркты, инсульты, серьезные увечья, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий. А колес и рук попросту не хватает. Ну, а мы закупаем автозаки. Смертельные водоросли с Камчатки добрались и до Волгограда. Там, в минувшую субботу, местные жители обнаружили целый пляж с мертвыми сомами. Короче, очень много, все вдоль берега. Как-то странно, сомы повыскакивали все на берег. По мнению очевидцев, вода на первый взгляд казалась чистой. Посторонних запахов не было, а рыба погибла массово. Сом – одна из самых сильных рыб, поэтому ифтеологи уверены, что выявить причину гибели будет не так-то просто. Пробы воды уже исследуются, но на момент записи программы они не обнародованы. Зато обнародована самая удобная версия гибели. По мнению заместителя Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николая Костенко, рыба погибла, потому что не прижилась в дикой среде. А вы ожидали что-то другое? В первый раз, что ли, слушаем подобное? Водоросли, корабль мимо проплывал. Ну или просто, да, они утонули. Она утонула. Путешествие Бориса Ельцина из Екатеринбурга в Москву значительно подорожает. Реконструкция усадьбы под филиал Ельцин-центр не уложилась в выделенный государством полтора миллиарда рублей. Сначала ремонт подорожал на 150 тысяч, а вот теперь еще на 300. Таким образом, реконструкция старинной усадьбы обошлась налогоплательщикам почти в 2 миллиарда рублей. А между тем, против создания Ельцин-центра в Москве высказывались многие политики и известные люди. Цитата. «Человек, разворовавший армию, участвующий в обнищании народа, в разрушении производства и продаже всего живого за копейки иностранному капиталу, не заслуживает ни памяти, ни памятника». Конец цитаты. Но когда в России слушали россиян? Да никогда. Потому что их уже и обгайдарили, и отмавродили. Они продолжают верить в светлое будущее. Сказала в прошлом году депутат от партии КПРФ Ольга Алимова. Но несмотря на негодование, Ельцин-центр все-таки откроется. Правда, не в этом году из-за пандемии, а в следующем. А наши люди продолжат нести государство кровно заработанное, чтобы вновь хоть на час да почувствовать себя обманутым. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на наш канал Ермак Медиа. Там много интересного и всегда только актуальное. Всех люблю. Пока-пока.